Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинке с нуля. Сейчас я вам расскажу, как сделать простой подгиб без рубчика по лицевой стороне. Когда мы вяжем без смены плотности, у нас на лицевой стороне явно видный рубчик. Его видно и это нехорошо. Вязать желательно так, чтобы с лицевой стороны вообще не видно было, что это подгиб. То есть никакие рубчики нам не нужны. Как этого избежать? Сейчас я вам покажу. Берем полотно, оформляем простейший подгиб. Теперь самое главное. Рабочая плотность полотна 8-2 точки. Это в моем варианте. Для того, чтобы провязать один ряд, соединительный ряд плотности, я делаю более рыхлую плотность на 2-2,5 единицы. То есть у меня максимально получается 10. Один ряд я провязываю на самой рыхлой плотности 10. Если у вас плотность 5-я, например, ставьте 7-ю. Если у вас нет никаких дополнительных рисок между плотностями, ставьте просто целое число больше на пару единиц. И провязываем один ряд. Сразу плотность возвращаю обратно 8-2 точки. И продолжаю вязание полотна. Смотрим, что получилось. Разница очевидна. Здесь полотно идет целиковое. Здесь явно видна петля, которая стянула вязание. Секрет в том, что мы за счет увеличения плотности увеличиваем соединительную петлю. И в итоге она становится такого же размера, как основное полотно. Если вам понравился этот способ вязания простого подгиба, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями. А также подпишитесь на наш канал, чтобы вы в курсе всех обновлений. Приходите обязательно на наши вязальные посиделки по вторникам и четвергам. И ждем вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаемся 3 метра на массовой и абсолютно любой вязальной машинке. Нуля. Ваша Наталья Некрасова. Продолжение следует...